друзья приветствую сегодня нас 11 октября и мы давно не показывали вам наших курочек хотим рассказать как освоилась новая стая тысячу голов которая к нам пришла в середине августа вот они замечательно уже набрали массу начали нести сейчас у них уже яйценоскость порядка пятидесяти пяти процентов надеемся что дальше все пойдет в гору и мы достигнем хороших показателей сейчас надежда поближе покажет как наши курочки гуляют сейчас оптимальная погода для того чтобы именно куры гуляли по всему загону который предоставляется потому что уже солнце не такое жарко температура не такая высока как в середине лета и поэтому курочки очень активно по вечерам гулять на самом деле и летом они тоже так же делает когда солнце уже примерно заходит за наши холмы или приближается к этому состоянию когда конечно обед и палящее солнце то они предпочитают быть в тени курятника который нас покрыт притеняющей сеткой и соответственно создает более защищенные условия чем на открытом палящем солнце сегодня хотим показать вам как выглядят яйца от наших курочек и какие размеры и категории они дают естественно когда курочка начинает нестись она дает очень маленькие яйца это то что мы называем категория из 3 то есть это яйца меньше весом чем 45 грамм они тоже здесь у нас немножко могут быть разные в этой категории есть совсем маленькие с 3 есть категория с 3 который уже ближе к с 2 переходящие да то есть вот такие вот это начинает курочка нестись потом чуть побольше но как вот это яйцо вот это несется и постепенно она переходит в категорию с 2 здесь уже яйца соответственно от 45 до 55 граммов ну в сравнении да вот вот так вот вот такая разница ну тут еще опять же сравнить можно с разными яйцами категории с 3 весь вот допустим с 3 тоже видите она может быть весьма разного размера это вот работает наша пушка защищающая наших курочек от верхнего хищника да и потом с течение времени соответственно курочка переходит уже в категорию с 1 здесь мы видим вот яйцо насколько больше то есть здесь уже от 55 но это яйцо скорее всего ближе к 65 граммам то есть это уже на границе с с 0 отборное яйцо вот и интересное наблюдение у нас уже много стая сменилась за там четыре года содержания кур разных пород и получается сначала они несут именно вот такие вот коричневые темные такие яйца нам это очень нравится мы прям вот обожаем такой цвет яиц а потом примерно середины первого цикла яйцекладки они начинают яйца сильно светлеть и в конечном итоге вообще приходит в белую категорию то есть такой цвет несут обычно белые куры мы так понимаем что это следствие того что ломан браун или там хай секс браун это порода которая имеет разных родителей папа белая мама коричневая и соответственно в геноме получается присутствует эти гены окраски и просто курочки в начале идут больше в маму а соответственно к второй половине цикла яйцекладки они переходят в больше по генетике в сторону папы с точки зрения именно окраса с крупу яйца ну возможно в этом причина может быть мы ошибаемся мы точно не да вот эти вот вот эти вот с 1 это уже от новеньких вот соответственно да да от молоденьких а это вот от предыдущей стра вот вообще у нас еще то стая которая присутствует там у нас порядка 750 голов мы в ближайшее время планируем уже отправить их на супчик потому что яйца носкость там существенно упала и нам уже экономически невыгодно и дальше продолжать держать в зиму особенно вот поэтому сейчас мы мечтаем о том чтобы приобрести еще одну тысячу кур и очень надеемся что в ближайшее время нам это удастся сделать и сейчас у нас грубо говоря небольшое похолодание и через ближайшие там не знаю там неделю у нас по идее начинается бабе лето и по прошлым годам у нас так получалось что даже на ноябре она уходила и ноябрь у нас был пастбищным сезоном то есть бывали периоды когда мы до серии на декабря у нас продолжался пастбищный сезон то есть наши курочки гуляли по пастбищу да может быть там трава уже не была зеленая но она все равно была трава и насекомые черви там присутствовали поэтому это в любом случае сказывается на качестве яйца и мы стараемся как можно дольше курочек держать на улице и потом уже когда уже снега и сильные морозы каждую ночь то средство мы уже курочек переводим в теплицу на зимнее содержание хотим также показать нашу плантацию амаранта такая ситуация нас получилась что сентябре не было вообще осадков то есть фактически у нас обычно 1 сентября у нас просто включается душ то есть в августе все ничего нету а 1 сентября включается душ который вот льет постоянно там раз три дня минимум это дождь а то и чуть ли не каждый день вот в этом году сентябре вообще прошел без осадков поэтому очень долго всходили семена соответственно очень долго они набирали какой-то рост мы даже потом сделали ирригацию то есть поставили емкости вот бросили линию которая соответственно осуществляет три газ 4 разбрызгивателя поставили верхних вот и начали поливать но это уже были там 20 практически там 25 26 число сентября то есть пару раз удалось полить потом мы как раз поймали уже какие-то там дождики минимальные которые хотя бы там на три сантиметра промочили нашу почву соответственно определенная часть амаранта начал уже активно развиваться но есть существенная доля которая до сих пор продолжает спать то есть там буквально там два первых листика и на этой стадии они как бы семена остались вот плюс сейчас что интересно обещают на вот сегодня 11 октября и в ночь с 11 на 12 нам обещает мороз там то ли 8 то ли 10 градусов вот поэтому я немножко переживаю по поводу того что произойдет с посадками амаранта возможно вот эти вот две большие горки вот эти вот самые высокие растения я срежу и уже сегодня вечером изготовлю первую порцию белкового концентрата чтобы получить хоть какой-то мизерный там объем там допустим 20 30 40 50 грамм итогового продукта а дальше посмотрим если переживут морозы сегодняшней ночи наше насаждение и дальше потом начнется бабе лето с осадками вот то соответственно у нас есть шанс получить нормальный объем и произвести там не грамм полтора килограмма итогового продукта и его уже дальше можно будет направить в лабораторию для оценки как минимум состав не состава белков там с точки зрения аминокислот а именно просто количество белка в конечном продукте это все что нас на текущий момент интересует и что мы хотим получить от лаборатории результаты полученного лабораторного теста позволят нам сделать вывод как бы о том какой минимальный скажем так ожидаемый объем урожайности по белку с килограмма собранной биомассы мы можем ожидать потому что до сих пор на текущий момент мы еще не успели вынести почную микробиологию если посадки у нас не погибнут под этим морозом то соответственно мы начнем с наступлением нормальных системных осадков обработку почной микробиологии и будем надеяться что за оставшиеся там за там три четыре пять недель у нас получится какой-то прирост существенный прирост биомассы посмотрим что из этого выйдет два и когда и и